МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Является ли пришествие Иисуса Христа очередной историей и выдумкой? Или же это реальное событие, в которое мы должны верить и ожидать? Добро пожаловать на программу «Расцвет пробуждения». Я ее ведущий, Гермес Фалькао-младший. Сегодня вы услышите мощное послание о пришествии Господа. Эту проповедь я проповедовал в церкви Faith Connection в Ричмонде, штат Вирджиния. Я знаю, это слово вас благословит. Я верю, что церковь должна с готовностью ожидать пришествия Иисуса Христа. Мы живем в особенное время в истории, не похожее на другие времена. Разворачивающийся сценарий событий готовит нас к пришествию Иисусом. Я знаю, что это послание укрепит вашу веру и принесет вам библейскую истину, и что Бог повлияет на вашу жизнь. В конце программы я буду молиться о вас, о ваших нуждах, о вашей семье, с верой в то, что Господь мощно коснется вас. Поэтому оставайтесь с нами до конца программы. Мы проведем отличное время рядом с Богом. Я знаю, что послание о пришествии Господа зажжет ваши сердца и изменит ваши сердца и ваш разум, чтобы вы могли приготовить себя к встрече с вашим Спасителем. Итак, сейчас мы отправляемся с вами в город Ричмонд, штат Вирджиния, чтобы послушать это уникальное послание. И после этого я буду молиться за вас. Я хочу говорить с вами сегодня о пришествии Господа. Я верю, что мы живем в совершенно особенное время в истории. Я говорю сейчас не только о коронавирусе, Я недавно читал статистику. Я знаю, что этот вирус приносит немало проблем. Так, свиной грипп в 2009 году убил приблизительно 150 тысяч американцев. 150 тысяч человек. При этом страны не закрывались друг от друга. не закрывали свои границы. Средства массовой информации в то время говорили не только об эпидемии, как сейчас. Но сейчас, когда свирепствует коронавирус, мы слышим со всех сторон послание страха. Страны обзывают о том, чтобы было создано мировое правительство. Если вы сделаете запрос в Гугле, вы увидите, что уже некоторые политики предлагают создать временное мировое правительство. Это вам, случайно, ничего? Не напоминает? Не похоже ли это на одно из библейских пророчеств? Да или нет? Временное мировое правительство. Вот это да. Но давайте откроем сегодня книгу деяний. Мы посмотрим первую главу с девятого стиха. Давайте прочитаем это место. Сказав сие, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо во время восхождения его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали, мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо. Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его, восходящим на небо. Итак, ангелы провозгласили обещание. Около пятисот человек видели Иисуса восходящим на небо. Это было вознесение. И полтысячи человек стали его очевидцами. И тогда ангелы сказали, точно так же, как вы видели его восходящим на небо. Таким же образом он и вернется на землю. Итак, первое, что я хотел бы вам сказать, о пришествии Иисуса, это то, что это реальность. Об этом говорит нам Библия, и мы знаем, точно знаем, что Иисус грядет, Он придет в теле, придет не метафорически, а в прямом смысле. Это никакая не аллегория. Он придет на эту землю телесно, Иисус грядет опять. Но готовы ли вы к этому? Это не метафора. Его пришествие будет целесным, а не просто каким-то аллегорическим. Это факт. Иисус придет, чтобы царствовать на земле. Вы готовы к этому? Вы приготовили себя ко встрече с Ним? Потому что для многих это будет день скорби. Потому что Иисус грядет для того, чтобы судить всех нечестивых. Однако для праведных пришествие Иисуса будет самым прекрасным из всех дней. Я хочу прочесть вам еще одно местописание. Это первое послание апостола Павла Фессалоникицем. Это четвертая глава. Посмотрим с вами с 13 стиха. Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с ним. Ибо сие говорим вам словом Господнем, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба. И мертвые во Христе воскреснут прежде. Мы читаем о том, что сначала воскреснут те, кто умер во Христе, а потом уже и все остальные. И 17 стих. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретении Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. И так утешайте друг друга семи словами. Вот это да. Какую удивительную картину описывает нам Библия. Верующие будут забраны с земли и подняты в небеса. И там они всегда с Господом будут. Об этом говорит нам Библия. Греческое слово, которое у нас переведено как «восхищены», звучит на греческом так. Это «харпазо», что значит «быть забранным». Это же слово использовано, когда Филипп был перенесен из одного города в другой город в книге деяний. И Библия говорит, что мы преобразимся в другую нашу тела. Они преобразятся. Мы все изменимся. Мы будем восхищены сверхъестественным образом для встречи с нашим Господом. Некоторые люди спрашивают у меня, «Гермес, как ты вообще можешь в это верить? Как ты можешь верить в Вознесение от Церкви?» Это звучит безумно. Но вы же верите в то, что Иисус родился от Дева? Разве это звучит не безумно? Вы же верите в то, что Иисус воскрес из мертвых? Это тоже для многих безумие. Я лично верю в Вознесение от Церкви, потому что об этом говорит нам Библия. Сейчас идет много споров по поводу Вознесения от Церкви. Но я сегодня здесь не для того, чтобы вести дискуссии на тему, как именно будет происходить Вознесение от Церкви. Моя главная цель задать вам вопрос «А вы готовы к встрече с Ним? Готовы ко встрече с Иисусом?» Если бы Иисус вернулся на Землю прямо сейчас, в это мгновение, вы были бы восхищены на небо или вы остались бы на Земле? Это очень серьезный вопрос. Кто-то говорит, что мы живем не в последние времена. А вы действительно так думаете? Только взгляните на мир, в котором вы живете. И даже если вы не верите в то, что мы живем в последнее время, для кого-то сегодня наступит последний день. Для кого-то сегодня день смерти, день конца, день, когда произойдет этот переход в иной мир. может причиной этого послужит вовсе не коронавирус. Сегодня люди только и говорят, что о коронавирусе. Но в это время тысячи людей гибнуты от других болезней. Я хочу предупредить всех христиан, истерии. Не нужно впадать в глобальную истерию, как делает этот мир. Не нужно паниковать. Потому что вы знаете, что несет за собой паника? Вы подчиняете свою свободу ради безопасности. О, я просто в панике. Я согласен отказаться вообще от всех своих прав, отказаться от всего, только бы остаться в безопасности. Дело в том, что правительство антихриста будет иметь диктаторский характер. Это будет диктат в самой жесткой форме, которую только видел мир. Просто знайте, что правительство антихриста будет именно таким. Поэтому я прошу всех христиан, пожалуйста, не впадайте и вы в истерию. Но бодрствуйте, потому что пришествие Иисуса уже близко. Потому что в то время, как люди ужасаются коронавирусом, им следует больше беспокоиться о том, готовы ли они ко встрече с Иисусом, спрашивать себя, как я живу, примирился ли я с Богом. Вот о чем надо беспокоиться больше всего. Весь мир в истерии. О, ужас! Он нас всех убьет. О, коронавирус! Но при дверях Иисус он скоро грядет, а люди совсем не обеспокоены своими грехами. Я верю, что в это время, когда в мире происходят все эти события, Господь предупреждает свою церковь и измените свое послание. Начните уже говорить о покаянии. начните говорить о новой жизни в Иисусе. Начните проповедовать о пришествии Иисуса. Начните говорить о крови Иисуса. Прекратите говорить лишь о том, как нам стать счастливыми. Семь шагов к успеху. Что мне сделать, чтобы достичь большего? Как стать поистине счастливым? я лично верю, что Бог сейчас предупреждает свою церковь по всему миру, чтобы каждый начал серьезно относиться к Его Слову. Начните жить Евангелием. Покайтесь. Ищите прежде Царство Божьего. Приготовьтесь. Ибо Мой Сын грядет вскоре. Чтобы день тот не застал вас врасплох. Потому что Иисус сказал, вы знаете, как наблюдать со времена года. Вы научились различать, когда пойдет дождь. Вы замечаете, когда на небе собираются тучи. Вы знаете, что скоро пойдет дождь. И таким же образом мы можем распознать формирующиеся над нами тучи в виде события, которые разворачиваются в мире. И то, что сейчас происходит исполнение библейского пророчества. И поэтому поэтому о, как я люблю своего переводчика. она очень хорошо справляется. Не так ли? И поэтому я скажу опять, чтобы Габриэла научилась лучше произносить это слово. И поэтому мы должны наблюдать за тем, что сейчас происходит в мире, и задавать вопрос как мне приготовиться ко встрече с ним. Находится ли мое сердце в правильном положении перед Богом? Или может нет? Может я храню в своем сердце непрощение, ненависть, зависть? в правильном ли я состоянии перед Богом? Мой разум очищен? Отражает ли моя жизнь Евангелие Иисуса Христа? Правильно ли у меня отношение в семье? Потому что если это не так, то вы очередной лицемер. А вы должны жить по Евангелию. Потому что когда Иисус вернется за вами, вам не помогут отговорки и оправдания. Но знаешь Господь, я не был готов, потому что он или она вот так поступили со мною. Библия говорит, что каждый из нас даст отчет перед Богом, прежде всего за самого себя. Мы ответим за то, что Бог доверил лично нам. Когда мы встретим Господа, не сработают никакие отговорки. Знаешь, Господь, я здесь поступил не совсем правильно, потому что вон тот человек из церкви сказал мне то и это. Знаешь, Господь, мне пришлось прекратить проповедовать, потому что кому-то я не нравился, и они начали говорить обо мне гадости. Они причинили мне зло, и поэтому я прекратил исполнять свое призвание. Нет, никакие оправдания не сработают. Мы должны уже сейчас приготовить себя ко встрече с ним. Аминь. Откроем второе послание апостола Павла к фессалоникицам, вторая глава. И мы посмотрим с вами с первого стиха. Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему. Не спешить колебаться. И смущаться ни от Духа, ни от Слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает День Христов. Откроем и не откроется прежде человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святыням. Так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время? Ибо тайна беззакония уже в действии. Только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. Ты уже прочитал это место до конца? Библия говорит о том, что откроется один человек. Это будет сын погибели. То есть речь идет об антихристе. Это в действительности произойдет. Знаете, во что я верю? Я лично убежден, что вполне так может быть. Что этот человек уже в нашем мире. Он живет в наше время. Я не говорю, что это произойдет завтра. Но я верю, что он уже на этой земле. Мы снова вернулись в нашу студию. Я знаю, что это послание послужило призывом для вас. Может быть, вы хотите сказать, «Пастор Гермес, я не совсем уверен, что если Иисус придет прямо сейчас, то я готов ко встрече с ним». Кто-то из вас еще даже не спасен? Вы не уверены в своем спасении? Я хочу молиться о каждом из вас. И в частности, я хочу произнести особую молитву о тех, кто еще не спасен, не рожден свыше, и не принял Иисуса как Господа о вашей жизни. Сейчас самое время это сделать. Библия говорит, ныне настал день спасения. Пришло время вам принять это решение перед Господом и принять его в своем сердце. Если я говорю о вас, если вы желаете принять спасение, принять Господа Иисуса в вашу жизнь, я прошу вас помолиться со всей искренностью. Просто повторите за мной эту молитву. Скажите Господь Иисус, «Спасибо, что Ты умер на кресте за мои грехи. Я верю, что Ты – Сын Божий. Я верю, что Ты воскрес в третий день. Я прошу Тебя прийти в мое сердце и простить мне мои грехи. Запиши мое имя в Своей книге жизни. Я исповедую сегодня, что Ты – мой Господь и мой Спаситель. Я принимаю Тебя в свое сердце. Спасибо Тебе, Иисус. Аминь». Библия говорит, что всем приходящим к Нему Он дает силу быть детьми Божьими. Вы теперь дитя Божье. Пожалуйста, сообщите нам, что вы приняли сегодня это решение. Напишите нам. Пришлите вашу молитвенную просьбу. Мы будем рады молиться о вас с верой в то, что Господь каждый день будет развивать ваши отношения с Ним. А также сейчас я хотел бы помолиться за тех, кто болен, кто находится в зависимости, помолиться за каждого человека, кто нуждается в прикосновении небес. Мы живем в особенное время, когда нам каждый день просто необходимо Божие помазание. Итак, я хочу помолиться о вас. Отец, во имя Иисуса, я прошу Тебя, чтобы Ты коснулся сейчас людей по всему миру. Они страдают. Они мучаются от боли. Они в замешательстве. Я молюсь о тех, кто сейчас болен. Исцелебольных прямо сейчас. Протяни свою сильную руку и произведи свои мощные чудеса и знамени. Во имя Иисуса Христа я иду сейчас против всякой болезни. Во имя Иисуса я провозглашаю исцеление каждому, кто болен. Просто примите ваше чудо во имя Иисуса Христа. Отец, мы посылаем Твое Слово и провозглашаем исцеление в тела Божьих детей. Во имя Иисуса, Отец, я провозглашаю мир всем страждущим, всем, кто в отчаянии. Да будет с ними мир Божий во имя Иисуса. Мир, превосходящий всякое разумение. Во имя Иисуса я благодарю Тебя, Отец, за то, что Ты высвобождаешь Своё помазание и Свою славу, Свою силу и Своё имя во имя Иисуса Христа. Спасибо, что Ты утешаешь тех, кто скорбит. Спасибо, что Ты спасаешь людей силой Божией, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Спасибо, что Ты служишь тем, кто сейчас страдает. Пусть слава Твоя почивает на Твоей церкви. Во имя Господа Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Слава Господу! Да благословит Вас Господь! Подписывайтесь на наши страницы в соцсетях и на наш канал в Ютубе. Мы будем ждать Ваших отзывов. Спасибо, что Вы были сегодня вместе с нами. Благословения Вам и до скорой встречи! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА